Божаю здоровья, шановные украинцы, взвятую проактивность против этого дня. Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Отчитываюсь об активности в течение этого дня. Участвовал в работе специального форума ветеранов и анонсировал там изменения в государственной политике относительно ветеранского сообщества. Должны создать больше возможностей для ветеранов. Без таких изменений, без этой реформы просто невозможно. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и самых уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашей страны на передовой, но и в послевоенное развитие Украины. Реагировать должно не только государство, но и бизнес, что очень важно, работодатели, образование. Мы создадим такую систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире. Можно привести пример израильской модели, а также американской. Но наша цель состоит в том, чтобы украинский опыт ветеранской политики стал со временем новым примером для подражания другим в мире. Провел большое совещание с представителями сектора обороны и безопасности были Залужный, Монастырский, Данилов, Буданов и другие. Ключевые вопросы – это, конечно, ситуация на передовой, ситуация в больших городах, а также конкретные меры безопасности в связи с праздничными днями и важными политическими событиями на этой неделе – встречами, переговорами. Уже полностью готовы ко второму саммиту Крымской платформы. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году. И по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы. Завтра мы озвучим все детали. А сегодня был основан новый дипломатический формат безопасности – «Киевская инициатива». В его работе уже участвуют европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, страны Балтии. Постепенно привлечем и другие страны. В формате киевской инициативы работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. Со стороны Украины это Андрей Сибига, Андрей Ермак. И этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, общую защиту наших интересов, прежде всего в сфере безопасности. Это очень перспективная линия нашей работы по евроатлантическому направлению. Сегодня есть хорошая инфраструктурная новость. Обновили и запустили железнодорожную ветку, соединяющую Украину и Молдову. Причем мы сделали это и на нашей территории, и на территории Молдовы. Наша Укрзалезныця сделала. Молодцы. Почти 25 лет этот маршрут был закрыт, а теперь снова работает на Украину. Это важное транспортное направление. И средний объем грузов за год может составить около 10 миллионов тонн. Благодарен нашим партнерам из Молдовы. Закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в прошлую среду. Только сегодня удалось извлечь из-под завалов тело всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней. Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается уже к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать. Настолько их много. Настолько они интенсивны. И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собираться в без ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации. Свой же собственный террор на Запорожской АЭС. Я благодарен всем европейским политикам, которые не забывают, что восьмой санкционный пакет против России нужен. Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость России. И я благодарен всем нашим друзьям, всем друзьям свободы в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористам. Это решение все равно появится раньше или позже. И вопрос лишь в том, сколько еще жизни Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимыми для тех, кто ответственен за этот террор. И, уважаемые украинцы, особенно на днях, когда мы отмечаем День нашего флага и День нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов. Держимся все вместе, где бы мы украинцы ни были. Слава всем, кто защищает страну. Спасибо всем, кто воюет за Украину. Слава Украине! Слава Украине!